К тому, что социальные сети давно превратились в рассадник фейковых новостей, привыкли, пожалуй, даже начинающие пользователи всемирной паутины. Однако находятся люди, которые им верят и даже распространяют. Вот и сейчас в Рунете ходит сообщение, будто на территории Карачаева-Черкесии поймано необычное существо. То ли летучая мышь переросток, то ли вообще мутант какой-то. Правда, за пределами интернета жители республики ничего похожего не видели. Вы когда-нибудь видели в нашей республике вот такую вот летучую мышь? Нет. А как вы думаете, вообще такие летучие мыши у нас водятся? Не думаю. Я меньше видела, обычно летучие мыши видела. Такую нет. Нет. А как ты думаешь, где они водятся? В пустыне. Или, может, это все неправда? Может, это фотошоп? Ну, может быть. Нет, конечно. Я ветеринар по образованию. А где водятся тогда, подскажите? А это подделка, это мой. Или вот она схожа, только в увеличенном формате. Чтобы понять, действительно ли это фотошоп или все-таки природная диковинка, достаточно обратиться к тому же интернету, сделав поиск по картинке. Быстро выясняется, что это фото гуляет по сети уже много лет и даже успела стать вирусным. А загадочный зверек – не чудо фотошопа, а африканский молотоголовый крылан. Он, может, и не слишком хорош собой, зато питается фруктами и никогда не нападает на людей. Касательно именно молотоголового крылана, этот вид рукокрылых млекопитающих, он относится, как мы все знаем, из семейства крылановых. Про него что можно сказать? Это один из самых крупных рукокрылых. Про него можно сказать, что он в основном, конечно же, в Западной и в Центральной Африке. То есть это вид африканской фауны. Спешим успокоить тех, кто считает, что проблемы с климатом или что-то подобное могли вынудить крыланов перебраться в нашу республику. На такие огромные расстояния молотоголовый крылан просто-напросто не способен летать. Этот крупный вид рукокрылых на территории нашей республики Карачао-Черкесии, на территории Кавказа, России, Евразии, он, конечно же, не обитает. И его обитание на территории Карачао-Черкесии невозможно даже потому, что в наших условиях он не выживет. Словом, очередная сенсация из интернета оказалась уткой. И если завтра вы снова столкнетесь с какой-то невероятной новостью о чудесах или чудовищах, первым делом проверьте её через поисковик, чтобы не стать невольной жертвой чьей-то не слишком умной шутки.